На минувших выходных в Молдове прошли парламентские выборы, и после подсчета 98% голосов лидером гонки стала социалистическая партия с примерно 31% голосов. А ближайший преследователь Блок Акум отстал на 5%, с 26% с небольшим процентом на борту. Это довольно знаковое событие, которое может привести государство назад в Союз нарушимый республик свободных. Единственное, что может помешать популистам – объединенная коалиция, которая получит большинство в парламенте. Однако эти выборы показали еще один важный момент. Явка на избирательных участках составила чуть больше 49%. Это значит, что на самом деле выборы выиграли ленивые, которые отказались от участия в голосовании, а вместе с ними – секта, уверовавшая в чудо. Социалисты и подобные им деятели всегда обещают своим избирателям чудо, и в конце концов оно происходит. Просто у популистов одно представление о чуде, а у Люмпина другое. Ленивые, коих в Молдове оказалось ровно половина электората, просто плюнули на свое право избирать и сработали по принципу «отмороже уши на зло маме». Они создали пустоту, которую заполнят более шустрые и продуманные дельцы. После подсчета голосов прошедшие в парламент партии просто пропорционально поделят депутатские мандаты, и на этом шоу закончится. То есть даже не участвуя в выборах, ты все равно вручаешь мандат в руки того, на кого ты даже смотреть не можешь и не хочешь. Это напоминает страуса с головой в песке и филейной частью сверху. Единственный плюс этой позиции состоит в том, что страус не видит, кто именно пользует его филейную часть и каким способом он это делает. Любители чуда отличаются от первой категории тем, что стоят примерно в той же позиции, что и страус, только голова у них не в песке, ибо они ждут белого принца на белом коне, который приедет и будет пользовать их филейную часть благородно, как принц. Но фокус тут в том, что вместо принца всегда приходит просто белка или белый Ваня, у которого от манер принца имеется только место имение. В самом деле популистов в Молдове, Италии, Венесуэле или Украине обещает одно и то же – социальную справедливость. Но справедливость – это всегда уравниловка, а действует она всегда одинаково и под явным или скрытым лозунгом – отнять да поделить. Ну хорошо, если того, что можно отнять, и замечательно, если то, что можно поделить, плывет самотоком. Такой эффект наблюдается в странах Персидского залива, например. Там уже существует феодальный социализм, который полностью опровергает теорию Карла Маркса. Социальная справедливость там заключается в том, что нижняя планка доходов небольшого населения страны поднята выше естественных потребностей и даже выше среднего уровня жизни развитых стран. Там это достигается комбинацией трех факторов. Первый – нескончаемый поток нефти из недр. В этом случае нет необходимости работать над тем, чтобы создать некий товар, который будет пользоваться спросом и приносить доход. Более того, этот товар не нужно менять, приспосабливаясь к изменениям рыночного спроса. Просто нужно обеспечить выход нефти из земли, сбор ее и далее наладить надежную транспортировку к потребителю. Заметим, нефть как товар была такой же 100, 50, 10 лет назад. Остается такой сегодня и останется завтра. Это значит, что ресурс для переменной поделить, дан просто природой и для его получения не нужно напрягать интеллект, силы и все остальное. Он есть и благодаря естественной особенности он сам собой пополняет эту самую переменную. Второй фактор – небольшое количество населения, которое нужно обеспечить социальной справедливостью. Например, в Арабских Эмиратах всего 9 с небольшим миллионов населения, ну примерно как два Киева. В Норвегии 5,2 миллиона, что приблизительно соответствует фактическому населению столицы Украины. Поэтому обеспечить нижнюю планку доходов населения на очень завидном уровне не составляет труда. И третий фактор – вменяемое руководство страны. Именно в странах залива это руководство находится в списках богатейших людей планеты, но их население совсем не против этого и не требует полной социальной справедливости, в смысле отнять у шейхов их богатство и поделить между всеми. Население так понимает, что получает очень солидные, материальные и социальные блага даром. В тех же Эмиратах любая компания, желающая там работать, обязана взять на работу местных граждан в определенной пропорции. Часто от этих граждан нет никакого толку, их просто не грузят работой, используя как флаг. Но они получают зарплату и все остальное по-честному. Зачем им бунтовать? Вот он, социализм. Они благодарны своему Эмиру или шейху и даже не думают ни о какой демократии. Им она не нужна по определению, у них и так все есть. То есть в этих странах руководство оказалось достаточно мудрым и сыграло на упреждении неизбежных левых движений в обществе. Оно создало квазисоциализм, который держится почти на дармовых богатствах недр. Тут надо особо подчеркнуть, что убирая любой элемент этой формулы, вы уничтожите этот квазисоциализм. Отсутствие дармового товара в виде нефти и газа приводит к известному эффекту первой ночи, который мы недавно наблюдали на оккупированных территориях Донбасса. Все, кто считает, что отнять и поделить по феншую, должны внимательно изучить этот процесс и потом еще раз себя спросить о том, кошерно это или нет. А все происходило именно в этой парадигме. Оккупанты отняли и поделили между собой все, что можно было отнять – банки, ювелирки, автосалоны и прочие вместилища ценностей. Население, жаждущее справедливости, подключилось к этому процессу и разграбило супермаркеты и просто магазины, тем самым восстанавливая социальное равенство. Но указанное выше правило гласит о том, что этот фокус можно с успехом провернуть всего один раз. Можно продолжать в том же духе и дальше, но в конце концов грабить будут уже вчерашних грабителей, что потом и произошло. А фокус тут в том, что в отличие от нефти, остальные товары из-под земли не вытекают, их нужно производить, привозить, продавать и так далее. А делает это не природа, а тот или те, кого только что ограбили в целях восстановления справедливости. Ожидать от них повторного завоза материальных ценностей для того, чтобы любители чуда снова удовлетворили свои позывы к справедливости, просто глупо. Они либо найдут, как уберечь свой товар от Люмпина, либо уйдут вместе с бизнесом туда, где Люмпин не сможет отнять и поделить. В общем, именно отсутствие фактора шарового пополнения товара, безусловно, приведет к относительному социальному равенству, а именно все будут нищими. Люмпин по своей природе устроен так, что ждет материальных ценностей, падающих с неба, или вырывающихся черной жижей из-под земли. Но если земля на это не способна, то с неба ничего не упадет в принципе, если не считать материальными ценностями авиабомбы, мины и снаряды. Они тоже стоят больших денег, а некоторые из них, как хороший импортный автомобиль, но счастья они явно не принесут. Скорее наоборот. Примерно то же самое происходит, если земля способна давать тут же нефть или газ, но население, которое жаждет шара и дармового распределения ценностей, слишком много. И, соответственно, шейхов, эмиров и прочих товарищей, которые обретаются в том же Форбсе, тоже больше. В итоге та же Россия, в которой имеются огромные запасы нефти и газа, выделяющая для населения приличные суммы, просто не может получить эффекта, как в Норвегии или Эмиратах. Просто по причине огромного количества голодных ртов, которые разинуты до пяток, в ожидании чуда. Для того, чтобы в такой стране устроить более или менее приемлемый уровень жизни для всего населения, оно должно производить товары, пользующиеся спросом в мире, чтобы совокупные доходы были вполне достойными. Но большая часть населения просто не хочет много и успешно работать или думать. Она хочет чудом, простого и чистого. Но для того, чтобы население потихоньку начинало работать, они пить и ширяться, ему надо создать условия, когда это будет выгодно. В противном случае оно на все это плюет и действует по принципу «хоть работай, хоть с очкой, все равно получишь то же самое». Поэтому большинство населения ищет работу, которая не имеет конкретных количественных критериев оценки работы. Оно сидит в кабинете и придумывает новые виды отчетности, способы заполнения форм, учета продвижения циркулярных уведомлений, система кодификации входящей и исходящей документации, в общем, огромное здание в десяток этажей занято тем, что может сделать программу, установленная где-то в облаке, даже не имеющая коробки сервера, где она живет на предприятии. Ситуация зашла настолько далеко, что чиновникам удается даже компьютеры нагрузить таким количеством бестолковщины, что нужно все больше чиновников и компьютеров. Но если любого из них вытащить на откровенные разговоры и спросить о том, что он конкретно делает, то он просто потеряется в ответе и начнет излагать странные теории, описывающие ненужности его работы. И тут возникает понимание того, что предыдущий феномен вызван условиями работы в этой стране, где проще имитировать работу, а не производить что-то полезное и востребованное, за что будет не стыдно хоть в собственной стране, хоть на другой стороне глобуса, где этот товар будет выложен на полку магазина или выставлен для продажи в сети электронной торговли. И главное такое руководство должно понимать, что разрыв благосостояния самой богатой части населения и самый бедный не должен быть фатальным, и, по крайней мере, нижняя планка благосостояния должна находиться выше критической отметки, поскольку несоблюдение этих пропорций как раз и вызовет подъем люмпенизированного электората, что приведет к известным последствиям. Все указанное выше говорит об одном – левые лжецы по определению. Да, надо вырабатывать цивилизованные правила игры, тут нет спору, но правила могут быть какими угодно сладкими и вкусными, а речь все равно станет о распределении ресурсов. Если страна не обладает природной халявой, будь то нефть или мягкий климат, который не требует особых затрат на обогрев помещений и подобных затрат, то все материальные ценности, подлежащие справедливому распределению, сначала должны быть наработаны. Это ключевой момент. Если его принять, то включается другая, несырьевая парадигма, а именно нарабатывать ценности должно быть выгодно. Государство – неэффективный собственник производственных мощностей, и Савок это продемонстрировал как самостоятельно, так и посредством убитой экономики своих сателлитов. Раз так, то речь идет о собственниках в виде частных лиц или негосударственных структур, а они работают там, где выгодно, где созданы условия для комфортной работы и где население может и хочет работать и зарабатывать. Если не будет этих условий, производитель материальных ценностей уйдет и делить будет просто нечего. Большая часть левых движений как раз и стремится к тому, чтобы делить материальные ресурсы, к производству которых они не имеют ни малейшего отношения. Они дают несбыточные обещания – газ дешевле в 2-4-8 раз, уровень благосостояния Польши за два года и так далее. Но чтобы это сделать, надо сначала откуда-то взять то, что делить. Возьмем эпопею с газовыми тарифами. Хорошо, кто-то решил их снизить в 4 раза. Каждый может поинтересоваться тем, сколько бюджет получает из этой отрасли, а это источников тех ништяков, которые предлагается делить. Очевидно, что поступления в бюджет упадут, и для выполнения обещаний надо будет брать кредиты, но перед этим увеличить пресс на другие производства. Ясно, что с таким раскладом бизнес начнет паковать чемоданы, и дело не только в том, что из него выжимают больше ресурсов, а в том, что сам принцип не рыночного ценообразования, а проще ручное управление, рано или поздно приведет к регулированию цены на их собственную продукцию. А потом начинается эпопея с внешним заимствованием. Самые дешевые кредиты даются под развитие экономики, под создание тех самых условий, которые становятся выгодными для бизнеса. На проедание кредитов либо не будет вовсе, либо под очень высокий процент и под залог суверенитета. Причем такие кредиты душат страну медленно и неотвратимо, как удав. Не зря все страны борются за приход инвестиций или средств, которые дают возможность наращивать производство материальных ценностей внутри страны. В данном же случае ни о каких инвесторах не может быть и речи. Наоборот, из страны уходят деньги и те, кто может создавать новые производства, новые рабочие места, и в конце концов приносить в общую копилку то, что потом выльется в пенсии, образование, медицину и прочее. Именно так схлопывается экономика. Бизнес уходит, уменьшается объем пирога, который было предложено справедливо делить, и с каждым разом эта справедливая доля становится все меньше. Валюта обесценивается и начинает умирать социалка, с которой все и началось. Желающие посмотреть весь этот яркий цикл могут посмотреть на Венесуэлу, которая имеет огромные запасы высоколиквидного сырья, нефти, теплый климат, достаточное количество воды, не имеет уже ни медицины, ни образования, ни еды, ни перспектив. Такую страну надо было уметь убить, и ее убили именно популисты и Люмпин, который привел популистов во власть. Сейчас, глядя на события, разворачивающиеся в этой стране, население, которое страдает уже от голода, утратив уже всю социалку, они хотели халявы и голосовали за тех, кто эту халяву им пообещал. Сейчас они платят за свой выбор. Что самое смешное, на границе Венесуэлы уже скопились сотни тонн продовольствия, гуманитарной помощи, предоставленной странами-донорами. По стечению обстоятельств эти страны не вляпались в популистов и не пошли на поводу у любителей чудес. Поэтому у них все в порядке как со всей социалкой, так и с едой, которой хватает для собственного населения и для венесуэльцев. Украина получила шанс послать подальше все эти левые идеи и работать. Усиленно работать над тем, чтобы с каждым годом нарабатывать все больше пирог, подлежащий разделению. Ни Япония, ни Германия, ни даже Польша не пришли к приемлемому уровню благосостояния за два года. Им на это понадобилось лет 20, при условии выполнения всех обязательств, данных донорам, которые вливали в них десятки миллиардов долларов. Причем вливали именно в развитие, а не в проедание. Сложилась ситуация, когда мы можем двигаться в том направлении, куда перед нами прошли страны с развитой экономикой, а можем откатиться в состоянии Венесуэлы. О втором пути усиленно поют наши популистские сирены, которые видят свой профит именно функции деления пирога, где они себя никогда не обделят. В общем, предстоящие выборы президента и парламента на самом деле выборы не личности или группы личностей, а пути, которые они воплощают. На поверку большая часть кандидатов и политических сил предлагает нам построить Венесуэла-Зимбабве в качестве колонии Московии, которая медленно, но уверенно движется к тому же самому, к чему уже пришла Венесуэла. Выбор прост – либо вперед, либо назад. Никаких других путей не было и не будет.